Привет, дорогие друзья! Сегодня мы приглашаем вас с Линдой на совместную прогулку, где мы просто подышим свежим воздухом, поносим палочки, бутылочки, повторим команды, попозоримся перед вами с выполнением команды Куврок, которую мы отлично делаем дома, но как только выходим на улицу, видимо, Линда просто не хочет пачкать свою белую шерстку. Так что, если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Сегодня я хотела бы поднять такую тему, как свобода, но свобода не личная, свобода не лично ваша, а свобода в отношении какого-то человека, в отношении всего мира, ваших родственников, ваших друзей. Я очень часто вспоминаю себя в детстве. Вы знаете, то ли меня мама так воспитала, то ли у меня это было заложено с самого рождения, но во мне напрочь отсутствовало, вы знаете, чувство сравнения, чувство критики к другим людям. Я с детства очень, вы знаете, справедливо относила их к другим людям. Я всегда защищала слабых. Если я чувствовала какую-то дискриминацию в сторону моих друзей, каких-то даже незнакомых людей, у меня все время была очень бурная ответная реакция. Да, в детстве я даже дралась. Но это так, по секрету. И я никогда не хотела никого критиковать. Мне было настолько все равно, как человек выглядит, какие у него волосы, какая кожа, какой у него вес. Для меня это было абсолютно все равно до такой степени, что если я чувствовала какую-то, вы знаете, несправедливость к этому человеку со стороны других людей, я сразу бросалась его защищать. То есть у меня вот это очень острое было чувство всегда. Оно у меня присутствует по сей день. Но только я уже, конечно, не бросаюсь на всех, да, не защищаю. Но защищать других людей, говорить за них, просить, мне всегда проще, чем, допустим, попросить что-то за себя. И, не знаю, у меня всегда было отношение к этому миру, что каждый человек волен делать так, как ему хочется, как ему просто подсказывает сердце. Если вы мужчина и вам нравится красить глаза, делайте это. Главное, чтобы это не причиняло вред окружающим. Если вы девушка, которая вдруг бреет голову или, я не знаю, не носит платьев, то это сугубо ваш личный выбор. И я его уважаю. У меня никогда не было какой-то ненависти, жестокости, какого-то, вы знаете, негатива в сторону людей, мнение которых не совпадает с моим. Лишь бы они, вы знаете, жили спокойно, не причиняли какой-то вред, не несли негатив и не провоцировали какое-то насилие. Но я сейчас говорю о пропаганде той же войны и тому подобного. И я хочу сказать о том, что ваша личная свобода, работа над собой, это гораздо проще. Но гораздо сложнее выработать в себе вот это вот уважение к другим людям. Это очень сложно, друзья. Но мне лично не сложно, потому что я будто бы родилась с этим. У меня никогда не было негативных эмоций в сторону других людей. Даже если при мне какой-то человек начинал сильно критиковать другого, я старалась его как-то переключать, прерывать, чтобы этот негатив не продолжал литься. Вы знаете, что любой негатив, любые плохие мысли, критика, гнев, это саморазрушение чистой воды. Поэтому, когда я вижу таких людей, особенно на тех, кто кричит на улице, на своих детей, на друзей, на родителей, да или просто, знаете, троллят в интернете кого-то, мне все время как-то жалко этого человека, потому что я представляю, как страдают его нервные клетки и каким нездоровым он становится изнутри. То есть это люди, которым просто нечем заняться, которые не нашли себя, у которых нет какой-то любимой работы, хобби, любви. Поэтому все, что я могу сделать, это только пожалеть их. Поэтому я так хочу говорить о взаимоуважении к другим людям и особенно к вашим родственникам и друзьям. Это очень актуальная тема, мне кажется, для каждого из нас, потому что, ну да, мы можем быть абсолютно терпимыми к другим людям, если они нас не трогают. Но иногда бывает сложно принять наших родственников, возлюбленных, друзей такими, какие они есть. Ну, например, друзья. Например, наши родители. Часто дети ссорятся со своими родителями, потому что те их не понимают, запрещают что-то. Ну, бывает причин очень много, не мне вам объяснять. И часто отношения на этой почве сильно портятся. Но, друзья, вы помните эту вещь, что наши родители, они росли в другое время. Нашему с вами поколению чертовски повезло, что мы выросли в такое, грубо говоря, свободное время. Конечно же, нам иногда промывают мозги, но в целом мы свободнее, чем наши родители когда-то. И в наших силах помочь им. Помочь им раскрыть свои какие-то таланты, помочь им поверить в себя, помочь им начать путешествовать, заниматься собой. То есть, если ваши родители хотят научиться пользоваться компьютером, лазить в интернете, ходить на какие-то курсы, но бояться, вы, мне кажется, вы просто обязаны их в этом поддержать. Потому что им сложнее. Потому что они росли в другое время, более закрепощенные. В них больше противоречий, больше вот этих вот засевших стереотипов, которые давят на них. И не нужно проявлять какую-то агрессию, к ним обиду, потому что им сложнее других. И все, что вы можете дать, минимум, что вы можете дать своим родителям и родственникам. Это просто даже словесная поддержка. Потому что слова, как мне кажется, они обладают огромной силой. Если вы поверите в своих родителей, поверите в их силы, внушите им эту уверенность, то поверьте мне, кроме того, что они будут счастливы, они будут очень вам благодарны. И вы, в свою очередь, будете себя очень гармонично чувствовать. Ну, вы знаете, как говорят то, что а кто поможет, если не человек? Если мы не будем помогать друг другу, то как мы вообще будем жить дальше? Ну, что вообще тогда будет обречен наш мир? И уж тем более, помогать своим родителям, помогать своей семье, своим возлюбленным, не обрезать им крылья и не ограничивать их свободу. Это очень важно. Потому что если ваш молодой человек или девушка хотят чем-то заниматься, куда-то ходить, ни в коем случае не запрещайте, если это, конечно, не принесет вреда здоровью. Ну, потому что жизнь короткая. Правда. Действительно она короткая. И чем старше ты становишься, тем больше ты начинаешь ценить каждый день. Каждое утро, что ты проснулся, ты жив. Ты пьешь кофе, встречаешь рассвет. Ты понимаешь, как же ты сейчас, что все твои родные живы, что у тебя есть свежий кофе, любимая собака, родственники. То, что ты можешь выйти в любой момент на улицу, вдохнуть свежий воздух, понять, что чтобы достичь какого-то счастья, не нужно далеко ходить. Не знаете, как у Паула Каэль, его романе, алхимик. Счастье, оно рядом. Счастье, оно рядом с нами, друзья. Это была наша такая прогулочка, друзья. Если вам было интересно со мной и с Линдой, то, пожалуйста, ставьте пальчики вверх. Обязательно оставляйте свои комментарии. Напишите ваше мнение. Как вы относитесь к другим людям? Ограничиваете ли вы их свободу? Ограничиваете ли вы их свободу? Ограничиваете ли вы их свободу? Продолжение следует...